Итак, снова здравствуйте дорогие зрители, с вами я Алексей и у нас очередной выпуск из рубрики Пляски с бубном. В этой рубрике мы решаем разные проблемы с играми и в данном случае я буду вам показывать, как запустить пиратский Space Engineers с модами. Для начала давайте же проверим наш Space Engineers без модов или с модами, чтобы вы не думали, что я кого-то обманываю. Вот он, как вы видите, версия 1.0.64, не такая уж и старая. Ну, да. Дальше что? Надо проверить, нет ли на нем модов сейчас. Ну, во-первых, вот это тот наш мир, который я специально создал для этого. Смотрим, моды нету, то есть ни там, ни там. Дальше проверим мир, который, собственно, по которому у меня есть ЛСП-чик на канале. Возможно, я оставлю ссылку в аннотации. И, то есть тоже проверим моды. Здесь у нас есть моды, но они красным горят. Если мы их уберем сюда, то мы обновим и у нас их не будет. То есть в мире они как бы числятся, но их нету у нас на компьютере. Вот такая вот фигня. Дальше мы выходим, естественно, из игры. Вышли из игры и теперь будем устанавливать моды. Что нам для этого понадобится? Ну, во-первых, браузер. А точнее, определенные страницы браузера, это вот эта вот страница. Скорее всего, я все ссылки с этих страниц оставлю под видео. Или же в аннотациях. Скорее всего, под видео все-таки. Здесь мы... нам нужен Steam Workshop Downloader и страничка с модами Space Engineers. Давайте же выберем на этой страничке, какой мод нам нужен. Ну, во-первых, я думаю, нам нужен блоковый мод, потому что скачивать корабли... Ну, это было бы слишком геморрно для скачивания каких-либо кораблей этими проблемами страдать. Ну, да. Устанавливать таким сложным способом моды. Ну, тупо корабли таким сложным способом себе закачивать. Дальше выбираем, какой мод нам нужно скачать. Ну, допустим, что мы можем... Какое самое очевидное. Да давайте просто бур скачаем. Не знаю, новый какой-то мод. Ну, мы заходим сюда на страничку мода. Копируем ссылку. Клавишами Ctrl-C. Потом сюда вставляем эту ссылку. Ctrl-V. И ждем. Вот он, этот наш мод. Мы его скачиваем себе. И нам нужно открыть файл TMP. Файл TMP, он у вас сам, скорее всего, не откроется. Но его можно открыть, как минимум, с двумя архиваторами. Это WinZip, как у меня, и, по-моему, 7zip или как-то так. Ну, в общем, он открывается, как архив. Ищите или WinZip, или другой архиватор. Так, да. Открыть этот файл. Просто открываем. В принципе, вы можете зайти там в загрузки. Туда, где у вас оно находится. И там будут вот такие вот файлики. Эти файлики нам нужно переместить. Перевестить нам их нужно в папочку... Вначале найти папочку Roaming. Те, кто играет в Minecraft, знают, что там находится Minecraft. Но тут также появляется папочка Space Engineers, если у нас установлен любой Space Engineers. И тут у нас есть папочка Moots. Она у нас пустая. И мы перемещаем... Нет, подождите-ка. Не совсем. Я не знаю, что будет, если переместить просто файлы, эти папочки туда. Но, скорее всего, ничего хорошего не будет. Нужно создать здесь папочку. И называем ее как угодно, на самом-то деле, можно назвать. Но, чтобы лучше идентифицировать мод, мы просто копируем название мода в название папочки. Твиндрюс. Теперь открываем ее, выделяем все файлы и копируем их. Все. Это и вся установка модов. Так, раз. Закрывать можем все. И запускать игру. И, по идее, у нас появятся эти моды. Не обращайте внимания на вот эту вот фигню. Можно ее убрать. Это у меня не в первый раз такое. Запускаем игру и проверим. Итак, вот она наша игра. И теперь нам нужно проверить, что же у нас с модами. Давайте изменить настройки, моды. И, как вы видите, у нас появилась эта папочка Твиндрюс. Мы просто активируем этот мод. Окей, нажимаем, а не отмена. Это обязательно. И окей, теперь. И загрузить. Выбираем этот мир и загружаем его. Итак, вот она игра. У меня сейчас она прогрузится немножко. Этот мир я не создавал. Ну, точнее, я создал, но только на нем не играл нифига. Так вот, то есть, как бы у меня сейчас мало FPS из-за того, что там браузер работает и вообще много всяких проблем. Но, как вы видите, у нас игра-то работает. И давайте же найдем эти дриллы. Вот они. То есть... Э. Не то. Вот. Выбираем его. И мы, в принципе, могли бы его поставить. А мы что, его просто можем поставить? Нифига себе. Вот. То есть, моды как бы работают, вы видите. Все вполне себе работает. Стоп. А, это креативка. Вот почему я его смог поставить. Ну, тем более. Видите, я сам не знал, что я так круто все поставил. Твин Индастриис. А как это Твин? Не знаю. Я этот мод себе не ставил. Я специально его выбрал для обзора. У меня 19 модов стоит. Но... Также должен заметить, что этот вид установки модов не работает на сетевую игру. В сетевой игре, то есть, можно, будучи пиратом, даже играть полноценно на каких-то там серверах. Хотя, вряд ли на серверах. Но создать свой сервер и играть с такими же пиратами вполне себе можно. Это, кстати, мой клиент позволяет. Там такой кряк, что можно играть по сети. Также можно устанавливать моды и играть с модами по сети. То есть, фактически, вообще не платить и получать все те же преимущества. Но для этого нужно быть хитрожопеньким и довольно-таки знающим пиратское дело человеком. Я не смог... Ну, точнее, у меня не заработал тот способ, который я нашел именно по сети, чтобы играть. Поэтому я вам показал тот, который у меня работает и который я, собственно, сам фактически нашел. Вы видите, что он работает и на этом я, пожалуй, закончу. А то слишком большое видео будет просмотрщиков отваживать от его просмотра. Всем пока. Будут новые серии из этой рубрики. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые ролики, смотрите мой летсплейчик. Я надеюсь, я в аннотации запилю там ссылочку на его плейлист. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok